Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 9 января, в киевское время 17 часов. На память сразу приходит 9 января, дата Кровавого Воскресения, подавления протестов в Царской России, которые организовали большевики. Их главным провокатором был Поп Гапон. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов и 31 авиационный удар, а также 73 огневых удара с реактивных систем залпового огня. Угроза воздушных и ракетных ударов противника остается высокой по всей территории Украины. Ну и дальше мы будем говорить, я расскажу более подробно. Она в ближайшие две недели, то есть с 16 января по 1 февраля, эта угроза будет резко возрастет в связи с проведением военных мероприятий, именно мчений на территории Республики Беларусь. Российские силы совершают наступление на Бахмут, Авдеевку, Лиманское, прилагают усилия для улучшения тактической обстановки на направлении Купинск. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили атаки в окрестностях Стельмаховка, Чернопоповка, Луганской области, Солидар, Красная гора, Подгородняя, Бахмут, Клещиевка, Водяная, Первомайская, Марьенко, Победа, Новомихайловка в Донецкой области. То есть вот эта огненная дуга, она как была, так она на сегодняшний день и остается. Единственное, меняются некоторые приоритеты, ну например, то, что основные усилия российские войска, ну даже не войска, а наемники из частных военных компаний перебросили с Бахмута на Солидар. И сейчас идет, основной опор идет на попытку прорыва нашей обороны между Бахмутом и Солидаром, ближе к Солидару. Это, кстати, после того, как они обожглись и не смогли сходу взять Солидар. Так что вот здесь остается самая напряженная обстановка на всей линии фронта. Новопавловское, Запорожское и Херсонское оперативные направления, там враг держит оборону, пытаясь защитить ранее занятые позиции, усиливает свои позиции. Наращивает их в инженерном отношении, ну а также ведет боевые действия в плане оборонительного. Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления. Существенных изменений за прошедшие сутки мы не наблюдаем. Признаков формирования наступательной группировки российских войск или белорусских войск на северной границе и восточной границе Украины сегодня не наблюдается. Сразу скажу, что идут эшелоны, везут личный состав, везут технику. Техника, кстати, уже советская. Это и танки, и бронетранспортеры, то есть 30-летней давности, снятая с длительного хранения. И еще раз говорю, что основная цель на сегодняшний день российских войск Беларуси, это обучение личного состава, то есть перевод их из категории мобилизованных в категорию военнослужащих. А техника проходит ремонтно-восстановительные работы и обслуживание на белорусских предприятиях. Они по своей пропускной способности и по качеству работы на голову или на порядок выше российских. Поэтому Россия и использует белорусскую базу для подготовки этих войск. Потом эти войска перебрасывают также эшелонами. Вот, кстати, в одностороннем порядке у нас немножко идет в этом плане информация, потому что с Белоруссией тоже идут эшелоны, которые эту же технику, этот же личный состав через определенное время отвозят, например, в Ростовскую область, на Россию. Оттуда они попадают на Донбасс и мы их видим на линии фронта. Или мы их пытаемся разгромить еще на подходе к фронту в ближайшей глубине от самой линии фронта. Далее, Купинское направление, оно же Сватовское. Здесь противник производит наступательные действия на северном и южных флангах Купинского направления. Это, кстати, вот то, что я говорил, они продолжают действовать принципом встречного боя. Почему? Потому что на сегодняшний день других средств остановить продвижение вооруженных сил Украины у них на сегодняшний день нет. Возникло там, вот пошли разговоры, что они могут подорвать Сватовскую дамбу, но, опять же, специалисты оценивают, что это может задержать продвижение вооруженных сил Украины максимум на 4, но от силы 5 дней. То есть, эта вода может пройти волной. Во-первых, с каждым днем тех морозов, которые там стоят, а там сегодня держится температура 13-15 градусов ниже нуля, промерзает водохранилище, то есть сброс воды будет меньше, лед останется на месте. Плюс померзлой земле она будет растекаться, замерзать. То есть, особой волны даже и не будет. Поэтому это не составит большое препятствие или большой угрозы для вооруженных сил Украины. Не знаю, учитывают это, российское командование не учитывает. Думаю, учитывают. Поэтому угроза подрыва дамбы на сегодняшний день не столь велика. Лиманское направление. Там позиционные бои, очень много боестолкновений в районе Кременной. Наши войска постепенно продвигаются, особенно в лесопосадках идут бои. Противник пытается подтягивать туда резервы, тоже пытается вести встречный бой, но пока безуспешно. Ну, говорят, что есть слухи, что мы развиваем успех и вполне возможно через какое-то время, небольшое время, не буду даже вас ориентировать, можем получить оттуда хорошие вести. Ну, давайте их дождемся. Теперь к более сложным направлениям. Бахмут. Ситуация на Бахмутском направлении, ситуация в Солидарии и в Подгородном остается пока что очень сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины и силы обороны, которые там принимают участие, пытаются стабилизировать линию фронта, которая сложилась на сегодняшний день. Противник пытается постоянно атаковать, для того, чтобы либо отодвинуть, хотя бы хоть чуть-чуть отодвинуть наши войска, вот, или прорвать линию обороны, но успеха пока не имеет. В самом городе Бахмут враг продвинулся по улице Максименко на один квартал, пытается добить в Бахмутском лесу на наши войска и в опытном Иклещиевке на данный момент, несмотря на активные атаки, враг успеха не имел. Откатился, понес потери, откатился на исходные рубежи. Хотя понятие откатился на исходные рубежи, наверное, уже неуместно для таких направлений, как Бахмутское и Авдеевское. Почему? Потому что, как правило, некому откатываться. Волна, которая идет в атаку, идет на штурм наших позиций, она, как правило, остается на поле боя. Убитая или, в лучшем случае, раненая. Но эти раненые умирают там же, либо от переохлаждения, потому что сейчас мороз, либо от потери крови, потому что никто не приходит им на помощь. Никто не собирает убитых, раненых с поля боя. Те, кто еще могут отбежать, они отбегают. Но они очень боятся, кстати. Такое впечатление, что они точно знают, что там за ними стоят пулеметы. И, кстати, вот этот факт, который обнародовал Генеральный штаб вооруженных сил Украины, о том, что солдаты Росгвардии Российской Федерации расстреляли на мобилизованных, за то, что те пытались сдаться в плен вооруженным силам Украины. То есть, видите, да, какая жесткая дисциплина. Они очень боятся расправы своих над ними, чем, допустим, того, что их убьют наши военнослужащие, отражая их же атаку. Далее, Запорожское направление. Здесь позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами. Ситуация стабильная, линия фронта не изменялась, не колебалась. Мы продолжаем наносить удары на всю глубину досягаемости наших огневых средств. Мелитополь и Токмак там каждый день, каждый день приходят в гости Бавовна. Херсонское направление. Здесь ситуация не меняется. Идут артиллерийские дуэли. Мы работаем в основном по контрбатарейной борьбе. То есть, пытаемся давить огневые средства российских войск. Российские войска наносят удары вдоль всей линии Днепра, по правому берегу, настолько, насколько достают. Ну, я так понимаю, главная задача. Сейчас свет клином сошелся у россиян на городе Херсон. Они стараются нанести максимальный урон городу, особенно выводя из строя критическую инфраструктуру, а именно энергетическую систему города, чтобы оставить город без света, тепла и воды. Ну, наша государственная служба по чрезвычайным ситуациям, энергетики пытаются все это восстанавливать и подавать свет, воду и тепло для граждан Херсона. Вооруженные силы максимально прикладывают усилия для контрбатарейной борьбы, для подавления этих огневых точек, с которых Россия ведет огонь. Вот такое вот противостояние на Херсонском направлении. Согласно имеющейся информации, значительное количество оружия военной техники, прибывающая в Беларусь из Российской Федерации для учебных целей, вывезено из длительного хранения и требует технического обслуживания. Это то, что я вам говорил, что Россия везет технику в Беларусь для того, чтобы ее там отремонтировать, сделать технически пригодной к эксплуатации, к боевому применению. И только после этого уже они возвращают эту технику в войска и она едет опять на Россию для участия в войне в Украине. Также известно, что белорусские военнослужащие принимают активное участие в ремонтных работах. Но опять картина повторяется февраля-марта, когда белорусская армия была на побегушках у российской армии. Это в буквальном смысле слова, это констатация факта, это не оскорбление, потому что белорусские солдаты грузили боеприпасы, перевозили подбитую технику, отмывали ее от остатков российских солдат, эту технику, грузили раненых, грузили убитых и так далее и тому подобное. То есть фактически белорусская армия была в прислуге, в подмастерье у российской армии. Сейчас это повторяется опять. Опять белорусские военные на побегушках или на подхвате у российских солдат. Наблюдается тенденция к ухудшению морально- и психологического состояния российских военнослужащих. Таким образом, среди военнослужащих 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцированной во временно оккупированном Севастополе, распространяется идея окончания войны на любых условиях. То есть то, что нам предлагал Путин, теперь это бродит в умах российских военных. То есть они уже готовы на окончание войны на любых условиях. Это очень хорошо. Когда массы созреют, тогда может сложиться, как писал когда-то Карл Марс, тогда может сложиться революционная ситуация, когда низы не хотят, а верхи не могут. Вот тогда и может произойти, и причем судя по всему это развивается очень большими темпами. То есть настроение в российских войсках уже в готовности к тому, чтобы закончить войну на любых условиях. Лишь бы не ехать на фронт, лишь бы не погибать под нашими пулями и снарядами. За прошедшие сутки воздушные силы Украины нанеслись 17 авиационных ударов по сосредоточению войск противника, 3 авиаудара по российским зенитно-ракетным системам. При этом украинские воины сбили 3 российских вертолета Ка-52, Ми-24 и Ми-8. Кстати, обратите внимание, сборная солянка. То есть среди вертолетного парка очень большие потери в Российской Федерации. То есть они уже даже Ми-8 применяют как... Ми-8 он такой универсальный вертолет, он может быть либо транспортным, либо транспортно-боевым. Так вот они уже Ми-8 применяют как транспортно-боевые вертолеты. То есть вешают им вооружение на подвесы и используют. Это говорит о том, что вертолетов очень и очень не хватает. Их просто нет. Также были сбиты 3 разведывательных беспилотника типа Орлан-10. Ракетные войска и артиллерия наших сил обороны поразили 7 районов сосредоточения техники личного состава и вооружения противника. И один склад с топливом, по данным нашей разведки. Ну и по состоянию на утро сегодняшнего дня в акватории Черного моря находится один вражеский корабль. В Азовском море находятся два вражеских корабля. Они несут боевое дежурство. Но все три корабля не являются носителями ракет Калибр. Это очень важно. Это надо обязательно отметить и понимать. Так что вот такая военная ситуация сложилась на всех оперативных направлениях. От Харькова до Херсона. И на северных границах и северо-восточных границах Украины. Теперь что касается военных и военно-политических новостей в нашей стране и вокруг нее. Одно из главных новостей, которое я считаю надо отметить, это вчера состоялся первый в этом году первый обмен военнопленными. Мы обменяли наших 50 воинов, вернули домой. И по составу из них 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. По силовым структурам это 25 человек вооруженные силы, 13 национальная гвардия, 5 территориальная оборона, 4 погранслужба, 3 военно-морские силы. И 8 человек из них, из всех перечисленных, они сражались в Мариуполе. То есть потихонечку защитников Мариуполя мы выдергиваем и пытаемся вернуть домой. Это из числа военнопленных, которые находятся в плену у Российской Федерации. Еще 11 были взяты, а и еще из этих 50, 11 человек, 8 защитников Мариуполя, 11 человек попали в плен на Чернобыльской атомной электростанции. Так что потихонечку возвращаются. Возраст освобожденных от 19 до 54 лет. Это уже 36 обмен с начала активной фазы, активного вторжения российских войск в Украину. И в общей сложности мы таким образом путем обмена вернули домой 1646 человек. Я напомню, что обменом наших военнопленных занимается наша разведка. На нее возложена основная миссия по введению переговоров и организацию обмена военнопленными. Так что вот это их заслуга, их достижение. Теперь следующую новость хочу по поводу учений рассказать, которые собираются проводить Россия и Беларусь. Вот это с 16-го, сейчас, вчера я говорил, что там с 8-го по 12-е, так вот с 8-го по 12-е это переброска авиации. Уточнили. Это переброска авиации. Потом она будет рассредоточена по всем аэродромам Белоруссии. Они хотят задействовать в этих учениях все аэродромы. Так что я так понимаю, что учения направлены не только на то, чтобы нам потрепать нервы, но и НАТО потрепать нервы. Стороны Балтии, Польши. Наверняка будут летать в непосредственной близости от Сувалского коридора. Это самое узкое место между Калининградской областью и Белоруссией. И они будут проходить, такие эти учения будут проходить с 16-го января по 1-е февраля. То есть ровно 2 недели. Уже прибыло в Беларусь как минимум 9 российских вертолетов. До 12-го января количество перебрасываемой авиации будет увеличиваться. Во время учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Посмотрим, какие самолеты еще прилетят. Есть еще 3 дня. Будут ли переброшены стратегии типа Ту-22М3. Ну я не думаю, что прилетят Ту-95-ые. Вряд ли. Потому что тут нет базы. Надо перевозить всю базу для их обслуживания и ремонта. Они все-таки не новые. Они еще с советских времен на крыле. Да, это старые машины. Новых машин Россия так и не выпустила за 30 лет своей независимости. Все машины советские. Так что вот такая вот ситуация. Для нас плохо то, что в связи с массовым подъемом или взлетом авиации на территории и российской, и белорусской на территории Белоруссии, у нас естественно будут объявляться воздушные тревоги. И мы будем вынуждены реагировать на эти тревоги. Игнорировать их нельзя. Мы не знаем, будут они взлетать с ракетами, будут либо без ракет, будут проводиться пуски, не будут проводиться пуски. В любом случае надо быть готовым. Поэтому готовьтесь к тому, что две недели воздушных тревог нам могут быть обеспечены. Теперь хочу рассказать и заодно ответить на вопрос. Были вопросы, видел в комментариях, по поводу ракетного удара. Это операция возмездия, как ее огласила Российская Федерация, что якобы после Макеевки командование российских войск напряглось и вот издало такой звук и провело операцию возмездия, нанесло ракетный удар по Краматорску. Что хочу отметить? Первое, хочу отметить то, что в российских социальных сетях, в российских пабликах сами не верят в то, о чем говорит Министерство обороны России. Они заявили, что в результате ракетного удара в Краматорске уничтожено 600 военнослужащих вооруженных сил Украины. Сами же россияне смеются, а что не 700, а что не 900? Вот такую вот, откуда вы такие данные берете? Главный вопрос. Так вот, корреспонденты агентства Reuters посетили место вероятного попадания в общежитие, где якобы по заявлению Министерства обороны России размещались украинские военные в городе Краматорск. Так вот, ни одно здание не получило прямого попадания ракеты. Да, есть эти здания, есть эти общежития, но ни одно здание не имеет разрушений. Есть выбитые окна, выбитые двери в результате взрывной волны, но ни одна ракета не попала в само здание. Это уже говорит о том, что если бы там были наши военнослужащие, то максимум контузия и ранения. И они могли там получить, но количества убитых, там 600 человек нет. Но, и что еще интересно, что корреспонденты, журналисты агентства Reuters отмечают, ни одно общежитие не получило прямого попадания и серьезных повреждений. Не было никаких очевидных признаков того, что там проживали солдаты и никаких тел или следов крови. Представьте, 600 человек. Сколько в Макеевке там до сих пор разбирает завал? Извлечено 192 тела на сегодняшний день. Так у нас тоже уже прошло сколько. Где? Завалов нет, здания все целые. Если и были ранены, должна была остаться кровь на стенах, на полу, на обломках. Но ее нету. Следы проживания, когда проживает даже там рота, я уже не говорю, 600 человек это батальон проживает. Проживает. Представьте, какой там должен был остаться след от проживания солдат. Его нету. Так что это больше похоже на очередной фейк со стороны Российской Федерации. Кстати, точно такой же. Когда уничтожено еще там две установки. Они, кстати, шесть установок Хаймарс уничтожили после Макеевки за три дня. Каждый день уничтожали по две. Итого у этого пресс-офицера Коношенкова получилось, что 54 Хаймарса из 35 имеющихся. Уничтожила Российская Федерация в рядах вооруженных сил Украины. Так что держим ухо востро и опять же делаем большую поправку на вранье, которое несет Министерство обороны Российской Федерации. Пусть лучше уточнят потери. А то у них там цифра застряла на 6 тысячах и не двигается с сентября месяца. Плюс, сколько они там, 89 человек признали в Макеевке. И тут же пишут в новостях, что 192 тела извлечено из-под завалов. Но Министерство обороны стоит насмерть, там 80 чем-то человек считает погибшими. Ну, по военно-технической помощи я практически все уже рассказал вам, что мы получаем в этом пакете. Какие машины, мы уже обсудили и легкие танки, и БМП М2 Брэдли, и М113, и Мардеры немецкие. Теперь вопрос, ждем, как быстро эта вся техника и боеприпасы доберутся до Украины. Следующая новость с Туманного Альбиона. Лондон. Вот это новость судьбоносная. Почему? Потому что в Лондоне состоится международная встреча по расследованию военных преступлений в Украине. Об этом сообщает Министерство юстиции Великобритании. Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте месяце, чтобы поддержать международный... И поддержать... Он уже создан. Есть уже страны-участницы этого международного уголовного суда над преступлениями Российской Федерации. Они соберутся для того, чтобы поддержать международный уголовный суд по расследованию военных преступлений в Украине, террористической агрессии со стороны России. Встреча позволит странам определить, как оказывать дальнейшую помощь суду. Это включает практическую поддержку, такую как помощь в сборе информации, обмене доказательствами зверств, совершаемых на местах. Министры также обсудят, как помочь жертвам и свидетелям дать показания, не причиняя им дальнейших страданий. То есть вы представляете, да, мировое сообщество объединяется в том, чтобы провести международный уголовный суд по преступлениям Российской Федерации в Украине. Обеспечить защиту свидетелей, обеспечить ими дачу показаний без причинения им какого-либо ущерба, как помочь жертвам и оказать помощь в ходе расследования. Представляете, все цивилизованные страны будут работать на этот уголовный суд. Будут предоставлять разведданные, будут предоставлять следователей-криминалистов для проведения экспертиз и так далее. То есть Россия осталась одна во всем мире. И этот суд уже работает. Уже тома преступлений уже пишутся. Документация преступлений уже идет полным ходом. Это судьбоносно для Российской Федерации и вообще для истории этой войны. Во Вторую мировую войну Международный уголовный суд по преступлениям нацистов был создан уже в 1941 году. И кстати еще один момент очень важный. Дело в том, что те страны, которые поддержат этот Международный суд, они будут выполнять условия трибунала. То есть условия приговора этого суда. И если там будет сказано, что Россия должна будет выплатить репарации, они будут на своей территории арестовывать и изымать имущество, принадлежащее России и гражданам Российской Федерации. Так что, кто нас слушает в России, подумайте. Если у вас есть недвижимость и счета за границей, то может быть стоит задуматься, а что же делать дальше. Ну и еще одна новость из РФ. Наконец-то на восьмом месяце введения активных боевых действий в Украине Россия вспомнила, что у нее есть оказывается самолеты Су-57. Помните, да, Россия очень сильно ими гордится. Хотя, я рассказывал в одном из своих видео, это техническое название Т-50, это разработка Советского Союза. Планер там был доработанный, то есть это новый корпус, новый планер этого самолета. Но Россия ускорила темпы и фактически в этот планер засунули Су-35. И получился Су-57. Вот такой вот самолет. Система управления огнем, авионика, двигатели, все от Су-35. Так вот, они их Ахтубинск перегнали на авиабазу и пытаются, британская разведка говорит, что они, видимо, тоже хотят, чтобы, они называют его самолетом пятого поколения. Хотя, ну там, дальше четвертого, четвертое можно дать, наверное, с натяжкой по тем характеристикам. Там тоже мы с вами как-то обсуждали, как градируются эти поколения авиации. Можете полистать историю видеороликов. И там я вам рассказывал, какая градуировка поколений самолетов, на чем она основывается. Так вот, но они боятся их запускать в воздушное пространство Украины, чтобы их не сбили. Поэтому они наносят, они принимают участие, как говорит британская разведка, они наносят ракетные удары с больших дистанций. То есть, ракеты, которые могут применять истребители-бомбардировщики, тоже цепляют на Су-57. И они наносят эти ракетные удары с большой дистанции, с безопасного удаления от воздушной границы Украины. Чтобы наше ПВО, не дай бог, их не достало. Ну и на пассажок небольшая новость. Россия продолжает нести имиджевые поражения в этой войне. Кроме военных, еще и имиджевые. Помните Достославного Кузю? Это единственный тяжелый авианесущий крейсер, который они, кстати, украли, когда делили Черноморский, точнее, когда развалился Советский Союз. Это крейсер Адмирал Кузнецов. Его там много раз переименовали, но сейчас он носит имя Адмирала Кузнецова. Это тот самый крейсер, который в сирийском походе с северного флота в Сирию, с северных морей, точнее, с Сирию, дал столб дыма, который достал до космоса, который достал до стратосферы. После этого было много приключений. Корабль потерял два самолета в сирийском походе. Корабль получил повреждения палубы. При аварийном выходе из дока утопили сухой плавучий ток, в котором пытались его ремонтировать. Потом было два пожара и был целый ряд уголовных дел по хищению цветных металлов на самом этом корабле. Он три-четыре года стоит привязанный к пирсу в Мурманске в ожидании ремонта. И каждый год откладывается из-за того, что нет денег в бюджете Российской Федерации, в военном нет денег, чтобы его отремонтировать. Распилить на металлом они его не могут. Объясню почему. Потому что он единственный. Если они распилят Кузю на металлолом, то... Ну почему я его называю Кузей? Потому что он уже не имеет даже свойств корабля. Я сейчас вам зачитаю документально. Маленькие абзацы, вы все поймете. Если они его распилят на металлолом, Россия перестает быть авианесущей державой. То есть в Российской Федерации не будет ни одного авианосца. Как они любят говорить, у нас тоже есть авианосец, как в Соединенных Штатах. Так вот, чтобы не нести эту имиджевую потерю, они все-таки решили его ремонтировать. И началось перекидывание, игра в пинг-понг между Министерством обороны России и судоремонтниками Северного флота. Они списывают. Оказалось, что судно находится настолько в критическом состоянии, что его, как когда-то смеялись над нашей подводной лодкой Запорожец, боялись ее отвязать от пирса, чтобы она не утонула. Так вот, они сейчас боятся отвязать этого Кузю от пирса, чтобы он не утонул. Судно полностью в критическом состоянии, пробитая палуба, выгоревшие отсеки, разворованные цветные металлы, электрика. Оказалось, что оно даже не на ходу. И хотели его перегнать на судоремонтный завод. Двигательная установка машины полностью выведена из строя. На сегодняшний день оно не имеет хода. Хотели его отбуксировать. Оказалось, что корпус в аварийном состоянии и судно потеряло балансировку. Если его начать буксировать, оно может лечь на борт, опрокинуться и затонуть. Так что вот такая вот Россия перестает быть авианесущей державой. Еще одно имиджевое поражение Российской Федерации. Ну что ж, на этом мы, наверное, военные и военно-политические новости закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Расскажите, пожалуйста, насколько важна для армии и экономики России перевозка по железной дороге. И что будет, если повредить тепловозы, которые никто не охраняет, когда они стоят на запасных, и не так трудно, на запасных, наверное, имелось в виду, путях, и не так трудно поджечь. Хватит пару коктейлей Молотова. Спасибо за ответ. Ну, скажу так, что тепловозы в основном выполняют функцию маневровых. Основную тяговую силу на сегодняшний день, даже в Российской Федерации, на железной дороге составляют электровозы. И для них важно то, что там партизанское движение, говорят, разворачивается в России. На Транссибирской магистрали горят шкафы с автоматикой, которая управляет движением на железной дороге. Плюс есть силовые подстанции, которые обеспечивают питание, потому что электровоз тянет очень много, особенно когда идет груженый состав. Что касается железнодорожных перевозок, то это основа основ. Если, не дай бог, станет Транссибирская магистраль, а основные склады находятся там за Уралом, то для Российской Федерации будет огромная проблема по переброске техники с Дальнего Востока на Европейскую часть России. Здесь то же самое. Любая авария на железной дороге приведет к серьезной задержке. Почему? Потому что на сегодняшний день российская армия осталась в рамках Старой Советской. А Старая Советская была заточена под Вторую мировую войну. Это тяжелая бронетехника. А тяжелая бронетехника, она, как правило, гусеничная. И гонять их маршем... Нет, гусеничная колонна в сутки по нормативу должна преодолевать 200, не более 200 километров. Потому что такова средняя скорость движения гусеничных машин. Смешанная колонна может до 300 преодолевать. Колесная колонна может до 500 километров преодолевать в сутки. Мы, у нас наоборот, мы переходим больше к колесной базе. И у нас более мобильная армия становится. Российская Федерация остается на старых советских гусянках. Поэтому для них железная дорога это как кровеносные артерии. Нет железнодорожного сообщения, нет подвоза техники и боеприпасов. И топлива. Представляете, вот эта армада, которую мы оцениваем 150-170 тысяч, некоторые говорят до 200 тысяч на территории Украины. Сколько топлива в сутки сжигает это количество войск? Его же надо привезти? Чем везти? Железнодорожные цистерны. А сколько они там выпускают боеприпасов? Несколько тысяч в сутки. Их же надо привезти, привезти чем? Железной дорогой. То же самое по потере, когда, допустим, в Генеральный штаб вчера было накрытие в Херсонской области 78 единиц техники. Это практически полтора эшелона. Вот поэтому это край архиважный, так бы сказал, используя, говорят, Ленин любил это выражение. Архиважные железные дороги для Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, какова роль инженерных оборонительных сооружений на северной границе? Например, если при наступлении противник будет использовать, или, как вы сказали, должен использовать массированную ракетную атаку и авиацию, прежде чем пойдет пехота. Не получится ли, что после, что все наши укрепления разнесут ракетами, погибнут защитники, и пехота свободно зайдет? Нет, свободно зайти пехота не сможет. Дело в том, что, вы же вспомните, 24 февраля. Но они не рассчитывали на сопротивление, поэтому особо не бомбили нашу систему ПВО. Во-первых, у нас уже развита система ПВО, поэтому эффективность ракетно-авиационного удара, ракетно-бомбового удара будет очень резко снижена за счет работы нашей ПВО. Вычислить они ее не могут, потому что практически 90% ПВО на сегодняшний день, наверное, это мобильные комплексы, которые постоянно меняют свои стартовые позиции. И где они развернутся завтра или послезавтра, не знает никто. Поэтому эффективность вот этого ракетно-бомбового удара я бы поставил под большое сомнение. Это раз. Второе, даже с учетом того, что посмотрите на такие направления, как Донецкая, допустим, где особенно летом, когда они там выкладывали по 40, до 60 тысяч снарядов в сутки, расход артиллерии российской был. И что, они после этого, пехота российская шла в полный рост? Нет. Они после этого с трудом, с трудом продвигались в сторону наших позиций. Невозможно убить всех 100% и потом спокойно, вольготно продвигаться вперед. Естественно, есть укрытие, есть защита, куда спрячутся наши военнослужащие на момент, допустим, огневого налета артиллерии или ракетного удара, или авиационного удара. Пока ПВО будет сражаться, пока артиллерия будет вести контрбатарейную борьбу, наши пересидят в укрытиях. Когда начнется атака в сухопутных войск, тогда они займут свои боевые позиции и начнут отражать эту атаку. Это все комплексное мероприятие. Нельзя мерить мерками, что вот раз, всех убили, и мы уже чемпионы, мы уже всех победили. Нет. Так в жизни не бывает. Всегда остаются те, кто жив и то способен держать оружие в руках и вести прицельный огонь. В каком-то из предыдущих видео вы говорили, что с помощью системы Сан-Цепёк можно выжечь 40 гектаров и укрыться от этой взрывной волны можно только в хорошо защищенных помещениях, либо в технике. Если один выстрел из данной системы покрывает 40 гектаров, то почему русские просто не стрельнут пару раз в Бахмуте по нашим войскам, если учесть, что наши сидят в основном в окопах или в каких-то слабо защищенных сооружениях? Как мне представляется, они могли бы пару раз выстрелить и сразу расчистить себе путь для продвижения дальше. Все-таки 40 гектаров это очень большая площадь. Конечно, такого не хотелось бы, но все же интересует, почему они так не делают. Вероятно, вы ответите, что радиус действия Сан-Цепёка не сильно большой и наши системы до него дотянутся. Но неужели за полгода штурма Бахмута русские смогли использовать всего лишь несколько раз? И к каким последствиям это привело, если вы в курсе? Заранее спасибо. Дело в том, что, опять же, есть желаемое, есть действительное. Действительно, за 10 месяцев войны Российская Федерация, в том числе и на Бахмутском направлении, всего, по-моему, 2 или 3 раза использовала Сан-Цепёк. Его нету. Вот в чем главная проблема. Во-первых, ни один выстрел, вы немножко ошиблись, один залп. Это очень большая разница. 20 снарядов 40 гектаров накрывают. Максимальная дальность ТОСочка, это последняя модификация, она 15 километров, Сан-Цепёк 10 километров, Буратино 6 километров. ТОС-1 и ТОС-2. Вот такая дальность стрельбы. То есть, это огневое средство непосредственной поддержки пехоты. И оно располагается сразу за боевыми порядками. Во-первых, их в Российской Федерации нет. Их очень мало было произведено. А снарядов к ним еще меньше, потому что они очень дорогие. Как всегда, ну, можно, опять же, наверное, вернуться к выражению славы о российской коррупции. На бумаге все было классно. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это первый момент. И вот эти вот тактические огневые системы, они очень редко появляются в составе колонн, которые передвигаются, или эшелонов, которые передвигаются в направлении фронта. Кстати, за последние два месяца я ни разу не слышал, не встречал, чтобы ТОС была в составе эшелона или в составе колонны и где-то замечена. Естественно, мы понимаем, какой ущерб эта система может нанести нашим войскам. Естественно, мы охотимся за этой системой. Как только она появляется в боевых порядках, она тут же уничтожается. Тут же, всеми доступными средствами она уничтожается. Кстати, мы несколько систем захватили в конце лета, начале осени. И они даже были с боекомплектом, и, по-моему, даже были транспортно-заряжающие машины с комплектом снарядов, с полным БК. И мы их использовали. Мы же ударили и по российским войскам их же оружием. Но ввиду того, что его очень мало, еще раз почу, очень и очень мало этих, и они больше его не применяют. Не потому, что, как вы сказали, что... А мы охотимся за этими системами. Так что вот такая вот ситуация с этими огнеметами. Если можно дать ответ на вопрос, какое балюстическое оружие ОТРК РСЗВ может использоваться из-схидного направления, его дальность неодноразово дают сигнал тревоги. Останными днями и вот такое поведомление в телеграм-канале. Ну, поведомления вы не передали, какие там в телеграм-канале передают. А из-схидного напрямка... Ну, у нас, смотрите, в Российской Федерации из ОТРК единственный комплекс есть, это Искандер. Дальность пуска Искандера составляет до 500 километров. 480 километров гарантированной дальности пуска ракеты Искандер. В первые месяцы войны к Искандеру были крылатые ракеты с дальностью пуска 1500 километров. Сегодня их нет. Их не применяют уже больше полугода. Видимо, они закончились. Крылатые ракеты именно для Искандера. Это калибры сухопутного базирования. Из реактивных систем залпового огня в Российской Федерации, из дальнобойных, осталась только система СМЕРЧ. Там боеприпасы Торнадо-Г, по-моему. Торнадо-С. Торнадо-С. Торнадо-Г это для Града. У них 40 километров дальность. Вместо 20, которые раньше Град, обычными снарядами Град бьет. Торнадо-С. Дальность 120 километров. Это вот, кстати, эти снаряды. Они в основном идут в кассетном исполнении. Это те снаряды, которыми регулярно обстреливался город Харьков. Вот Салтовка. Там, кстати, в Харькове есть кладбище этих трупов, маршевых двигателей, хвостовой части и кассетной части этих снарядов. Там целые горы. Есть фотографии в сети, можете поискать, посмотреть. До Николаева даже доставали ураганы российские, когда российские войска были на правом берегу. Ураган 40 километров. К нему снаряды типа Торнадо не производились, не разрабатывались. То есть они дальность увеличили только с 70 штатным снарядом. Смерч был он до 120 снарядом Торнадо. Ну а ГРАД был 20 штатным и 40 километров снарядом Торнадо. Ураган остался 36 километров, как и был, до 40. Так что вот это все системы, которые есть. Три системы РСЗВ. 40, 36, 120, соответственно, ГРАД, Ураган, Смерч. И ОТРК Искандер с дальностью 480. Мелькнула информация о том, что точку они практически все отстреляли. Они сняли ее с хранения. Все, что осталось на хранении, это точка У. Дальность 120 километров у нее. Это тактический ракетный комплекс, не оперативный. И говорят, что якобы было замечено на фронте комплекс Луна-М. Ну, Луна-М это вообще комплекс 60-70-х годов. У него дальность 70 километров, но и отклонения у него сумасшедшие от расчетной точки. Он очень старый и, ну, не знаю, одиночная была информация о том, что видели Луну, Луна-М. То есть ракету, хвостовую часть от ракеты комплекса Луна-М. Может быть, они попытались ее попробовать, но я думаю, что результат их не удовлетворил. Тем более, что Луна спиртовая ракета. Хочу почути вашу думку щодо, можливо, обстрелу Киева системами С-300 с территории Республики Беларусь. У рази, якщо картоплянок зважится на такий крок, че не загрожает Раещине доля пивничной Салтовки в Харькове. Дякую за відповідь. Нет. Дело в том, что С-300 в варианте земля-земля может делать пуски с дальностью максимум до 100 километров. Ну, обычно говорят там 75, ну, максимум 100 километров. То есть, пока оператор видит ракету, он может ее вести. Ну, или она инерционно летит на такую дальность. Кстати, это делает проблематичным борьбу с комплексами С-300, потому что маленькое расстояние, сверхзвуковая ракета преодолевает очень короткое время. До Киева не дотянутся. До Киева может дотянуться с территории Беларуси, до Киева может дотянуться Искандер. Что они и делали, кстати, в первые месяцы войны. В том числе и прилетали Искандеры по Киеву. Но тогда, правда, в основном господствовала их авиация, которая там поначалу вообще над Киевом воздушные бои были. Наши истребители пытались разогнать российскую авиацию. Потом они пускали ракеты с акватории Киевского моря. Дальше боялись залетать на территорию города. Но авиация в основном работала. А потом уже стали прилетать ракеты в том числе. С-300 не достанет до Киева ну никак. А, кстати, Искандеры на исходе, они очень их берегут. Видимо, ракет осталось очень-очень мало. А выпуск их очень-очень сильно осложнен. Не могут они выкатывать сегодня всю номенклатуру ракет. Приоритет отдается все-таки крылатым ракетам, потому что у них дальность полторы и две с половиной тысячи километров соответственно. Вот те, которые они пускают по нам, и с акватории Черного моря калибры, и с акватории Каспийского моря ракеты воздушного базирования. Так что в Троещине судьба Салтовки ну никак не грозит никак. Еще летом вы говорили, что оркам нема чем воевать. А сегодня огляд начинается из слив, что они продолжают взвозить технику в зону боевых действий. Что же они взвозят туда? Дело в том, что летом мы с вами вели разговор о технике вооружения, которую они вытягивали из пунктов постоянной дислокации, из частей. То есть помните, я вам рассказывал про Третьи батальоны, что Первый и Второй батальоны это более-менее технически исправная техника, Третий батальон это металлолом в любом полку, в любой бригаде. Так вот они тогда тянули из бокса вот эту вот технику Третьих батальонов, металлолом пытались ее ремонтировать. У них еще и база ремонтная была, и запчасти на эту технику были. Но она заканчивалась. А сейчас они конкретно ушли в историю, ушли на склады длительного хранения. И сегодня мы наблюдаем, что они везут технику, которая снята с длительного хранения. Машины, танки, бронетранспортеры, которым 30 лет и более. Советского выпуска, которая стояла на длительном хранении. Вот что они везут на сегодняшний день. И об этом постоянно идет речь. Что на эшелонах стоят танки Т-80, стоят танки Т-72А. Это единственная была там небольшая модернизация в Советском Союзе. В Советском Союзе еще. То есть понимаете сколько лет этим танкам. Везут Уралы, везут Кразы. 225-е, которые стоят на хранении. Тогда Советский Союз очень много их стоял. Наш Краз был самый лучший тягач и лучшая машина в плане проходимости для войск. Вот это они и везут сегодня на передовую. Мардер Конструктор с ПТРК Милана очень силен. Олег, почему не рассматриваются САУ минометы против атак человеческой массы? Это лучший вариант. Почему не рассматриваются? Я стараюсь при любом возможности, я стараюсь об этом говорить. Это у нас огромная проблема. Это просто кричащая проблема самоходных минометов. А еще лучше самоходных автоматических минометов. Ну хотя бы просто самоходных минометов. Миномет это самое лучшее, самое эффективное средство борьбы с пехотой. Причем как обороняющейся, так и наступающей пехоте. Потому что мина падая вертикально попадает в окоп. Разрывается в окопе. И во всяком случае вдоль окопа осколки секут все, что там внутри находится. Наступающая пехота тоже самое. Мина имеет контактный взрыватель, от мин нету воронок. Чтобы вы знали, что чтобы появилась воронка от мины, надо поставить взрыватель специальным ключом, перевести его в положение за медленное действие. А во всех остальных случаях заводская установка взрывателя для мин идет такая, что это первый контакт. Вот она земли коснулась и она сразу же взрывается. Поэтому на поверхности земли остаются маленькие углубления, там до 5-7 сантиметров. Дальше все это посеченное осколками земля. И осколки разлетаются, убойная сила осколков достигает до 400 метров. Радиус 400 метров. Теперь представьте, от края до края 800 метров. Одна мина. Поэтому самоходный, а почему самоходный миномет? Потому что самоходный миномет имеет бронированную базу. А он должен работать сразу за боевыми порядками наших войск. И самоходный миномет имеет высокую маневренность. Наши минометы, скажу так, это пережиток прошлого. Это архаизм. Почему? Потому что ствол несут два человека. И то надо физических здоровых мужиков, чтобы они его подняли. А плиту вообще вчетвером надо тащить. Понимаете? А тягач у миномета, тележка, у нее есть лафет для перевозки. И тягач для миномета ГА-66. Любая пуля, любой осколок, вы же понимаете, от этой машины толку уже никакого не будет. Да, можно там каких-то джипом притянуть на передок. Но это если джип проходимый, и потянет он еще. Поэтому это не очень тяжелые эти минометы. Очень неповоротливые. А самоходный миномет, он приехал, развернулся, отстреляли серию, свернулся, отъехал куда-то в кустике, встал в окопчик. И может из этих кустов везти. У него дальность там где-то до 7 километров. Он может везти огонь. Это если мы говорим о 120 миллиметрах. Вот это огромная проблема. Я очень удивлен. У меня нет ответа на вопрос, почему Министерство обороны не просит у наших западных партнеров самоходные минометы. Они у них есть на бронированной базе. В каждой стране есть свой. Вполне можно было бы попросить нормальные минометы и дать их нашей пехоте. Особенно вот на таких участках, как Бахмут, как Солидар, как Авдеевка, Марьенко. Там, где надо вот эту пехоту ложить, где пулеметчики не успевают, потому что плотность все-таки наступающих 30 человек, она очень низкая. Для пулемета это проблематично. Расход снарядов, патронов просто катастрофический. Ствол перегревается, надо охлаждать, куча проблем. Миномет вышел, дал серию 5-6 мин и поверьте, из этих 30 человек ни один не встанет. Вот поэтому я постоянно стараюсь напоминать и поднимать эту тему, что почему мы не получаем, не просим у наших партнеров самоходные минометы. Слава Украине! Скажите, берется ли поправка на кривизну земли при работе дальней артиллерии? Нет, такой поправки нету. У артиллерии, во всяком случае, такой поправки нету. Дальнобойная артиллерия при дальности свыше 20 километров использует поправку на вращение земли. Такая поправка есть. Ее, кстати, применяют как гаубицы, тот же гиацин, та же мста, в таблицах стрельбы она есть. Пион вообще, 37 километров дальней стрельбы у него, и у него есть эта поправка на вращение земли. Поправку на кривизну земли, ну, такого я в артиллерии, такого нету понятия. У ракетчиков тоже, я знаю, они пересчитывают координаты, если пересекает ракета зоны, ну, если вы понимаете, о чем речь, существуют зоны, по которым делаются карты. И если ваша ракета перелетает в другую зону, то надо пересчитывать координаты для того, чтобы получить правильное расстояние. Потому что карта плоская, а земля круглая. И вот эти вот есть разница между координатами в разных зонах. Но на кривизну земли таких поправок нет. Есть поправка на вращение земли. И она учитывается свыше дальности стрельбы на 20 километров и более. Тогда эта поправка учитывается. Вы говорили о танковых дуэлях. Можно ли в таких случаях использовать джевелины, чтобы помочь нашим танкистам? В новостях везде вижу, как вооруженные силы Украины применяют старые гранатометы. Но новых джевелинов и НЛАУ у них нет. У нас их число ограничено или оккупанты сделали защиту своим танкам от этих систем. Нет, все есть. Есть джевелины, есть НЛАУ, все есть. Кстати, по-моему, если мы два пакета назад отмотаем военно-технической помощи, там была цифра 4000 джевелинов нам передавали. Так что они есть, все нормально. Единственное, что я так понимаю, что в последнее время Генеральный штаб все меньше и меньше популяризирует западное вооружение. Смотрите, даже вы задавали вопросы, где делись Байрактары. Байрактары работают, в поте лица работают по мере своих сил вместе с другими беспилотниками и наносят поражение противнику, ведут разведку. Джевелины применяются, но их сегодня не пиарят. Кстати, наша Стугна тоже одно время, они там очень сильно пиарили, было много видео, как Стугна поражает бронированные цели российских войск, но сейчас тоже этого не стало. Видимо, это связано либо с условиями боя, что довольно тяжело снимать в такой интенсивной боевой обстановке, снимать эти видеоролики, надо заниматься именно боевой работой. Либо вот действительно сказали, что давайте пока не сильно афишируем западные образцы вооружения, может быть, чтобы не расстраивать сильно Российскую Федерацию, пожалеем в кавычках, пожалеем их нервы. Но оно все есть, поверьте. И когда идет танковая дуэль, конечно же, противотанковые средства работают в полную силу. Пехота в поддержку танков ведет огонь из всех имеющихся средств для поражения танков противника. Так что не переживайте, работает все в комплексе. Уже не в первый раз пишу. Очень интересует вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем БУК отличается от С-300? В интернете толком сравнений не нашел. Да вы что? В интернете полно сравнений. Да даже просто не надо искать сравнений. Откройте Википедию С-300 и БУК. Вкратце скажу так. Это разный класс систем противовоздушной обороны. С-300 это система дальнего радиуса действия. Ее локатор видит на 200, в некоторых случаях может видеть на 300 километров. А поражение начинается ракетами комплексом С-300 с дистанции 200 километров. То есть большие самолеты и бомбардировщики он может сбивать на дистанции, на удалении 200 километров от пусковой установки. Но хотя у него основная дальность 80-100 заявлено. Это его основная дальность по основным целям. По ракетам, допустим, если брать крылатые ракеты, то вообще 40 километров. У него дальность поражения. Но видит он на 200 до 300 километров в зависимости от условий. И является он комплексом стратегического уровня. Как правило на С-300 строится система ПВО страны. Но во всяком случае у нас была построена. И в Российской Федерации тоже она построена. И Россия ничего не смогла придумать умнее. Как начать глубокую, как они говорят, модернизацию. И на базе С-300 создавать С-400. Сейчас они там говорят, что они будут создавать С-500. Хотя китайцы сказали, что С-400 комплекс это хорошо покрашенный С-300. БУК. БУК это оперативного уровня система ПВО. Максимальная дальность может достигать 50 километров. Это отдельные модификации. Но в основном у него где-то 40 километров. Это до 40 километров. Это его нормальная дальность поражения целей. Да, кстати, в высоту они примерно одинаковые. Что 25 С-300, что по высоте цель может доставать. Что БУК тоже может доставать до 20 километров. Чуть поменьше. То есть у него 40. Он видит на 80. РЛС БУК может видеть на 80. Но поражает он цели на 40 километров. Является средством среднего радиуса действия. БУК находится в том же классе, в котором находятся Насамс и Ирис-Т. Вот они одного класса ПВО. Но если брать технологически, то БУК, конечно же, уступает на один, а может быть и на два порядка современным комплексам, таким как Ирис-Т или Насамс. Хотя параметры те же. 16 километров или до 20 километров высота поражения цели и до 40 километров дальность поражения цели у западных образцов. Кстати, БУК создавался именно для войск. Это войсковой ПВО. И он в составе сухопутных войск. И основная задача БУКа была защита, внимание, танковых колонн. Танковых колонн. То есть от бомбардировщиков. И от штурмовиков. Вот он должен был по идее сбивать эти самолеты. Особенно бомбардировщики, находясь в составе танковых колонн. Вот этим они отличаются коренным образом. Один стратегический комплекс, второй оперативно-тактический, второй оперативный комплекс системы ПВО. Ну что ж, на этом мы вопросную часть, наверное, с вами сегодня закончим. И у нас остается третья часть. Это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы прислали. И которые сегодня будут оглашены в этом видео. И первый комментарий будет следующий. Украина обовязково переможе. Щира подяка каждому воину и каждому цивильному человеку, кто помогает для победы над безжальным и брехливым врагом. Кто пришел до Украины с мечем, от меча и загинет. Я с Луганска. Рядом с моим домом была школа, школа милиции. В 2014 году туда заехали рефийцы. Я так, рефийцы, наверное. Там много общежитий, да и классы, наверное, заселили. Могут наши хаймарсы туда достать. Это на краю поселок Юбилейный. Слава Украине! Огромное вам спасибо. Я думаю, что тот, кто нас слушает, они внимут этой информацией, что есть в школе милиции, в поселке Юбилейный, на окраине Луганска, находится большое поселение войск Российской Федерации. Так что спасибо за информацию. Було запитание, как довести родичам из России, что мы не такие, как они, и не обстреливаем цивильное население. Я рідко спілкуюсь с титкой из России. В то время я понял еще 25 лютого, что не стоит витрачать свои нервы на зомбованих, заляканих и байдужих москалях. Но когда она меня приветствовала с 1 сечня, с Новым годом, за 15 минут тому я прочитала в новинах, что в моем родном Хмельницком, где я сейчас продолжаю жить и працювать, с верой в победу, померла молодая девушка Оксана Музика, 22 лет, которая ехала в авто с своей семьей после закупки на Новый год. Я не могла знову не написать про это своей титцей и про то, что цивильных в Украине уже загинули десятки тысяч, про которых мы знаем, а Маріуполь и не только мы не можем пораховать. Титка не знайшла, что написать у ответ, потому что до этого можно добавить кадры из Буча, Ирпеня и других мест. Я не верю в то, что россияне протрезвують, но, возможно, хотя бы на мыть задумаются. Еще раз дякую за вашу работу. Перемога с нами, Украина, понад усе. Я вам поясню словами психолога. Психологи говорят, что для того, чтобы начать переубеждать человека, его надо вывести из состояния комфорта. У каждого это бывает по-разному. Короче, надо довести, я так понимаю, до срыва нервного, а потом уже начать дать успокоиться, а потом начать объяснять все. Иначе по-другому, ну вот, типа, наверное, как клин клином вышибает. То есть, по-другому они не воспринимают. Настолько, вы абсолютно правы, что они зомбированы и запуганы. И они просто по-другому информацию, что бы ты им ни говорил, хоть как в поговорке, хоть кол на голове тиши, а все равно своя рубашка ближе к телу. Ну, вот в таком, наверное, понимании. Поэтому, да, я думаю, что пройдет, наверное, не один десяток лет. Наверное, должно смениться на одно или два поколения, как минимум, в России, для того, чтобы пришло полное осознание того ужаса, который они сегодня творят в Украине. Я русский, к сожалению, а болею за Украину и рад слушать новости о победе украинцев. Вот такая вот. Здравствуйте, полностью с вами согласен по поводу АМХ-10РХ. Это бронетранспортер, на который установлена башня. Ну, некоторые называют его колесный танк. Это то, что нам французы сейчас должны передавать. Служил в первом иностранном режименте, полку, кавалерии французского иностранного легиона. Ух ты, хорошая у вас биография военная. Он там и в мое время был на вооружении. Всегда называл его не танком, а пушкой на колесах. Единственное его преимущество – это мобильность. И с маневренностью, и благодаря колесной базе, хорошо подходит для пустыни. Броня никакая. Можешь защитить разве что от некоторого стрелкового оружия и мелких осколков. С РПГ прожигается на раз. Был свидетелем последствий для своих товарищей, благо все выжили. Но вы правы, даю, бери. И при грамотном использовании эта колесная гаубица должна очень пригодиться. Перемоги и слава Украине. Ну, вот такой вот комментарий по поводу французского колесного, ну, вроде как танка. Победу дорогой героической Украине. Слава героической нации, слава мужественным воинам света, вечная память погибшим. Держитесь, родненькие, мотивированный, великий народ, непобедим. С любовью и глубоким уважением из Тбилиси. Ну, вот такие пожелания, комментарии сегодня прозвучали в этом видео. На этом я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели, и за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал, те, кто не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать это видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами, слава Украине!